Понимаете, вот сколько я сейчас сопоставляю, я так думаю, что в этом есть корень зла некий. Либо у нас средства массовой информации очень сильно уделяют этому вопросу внимание. Я не знаю, какие там поставки и какое количество вооружения туда на Украину хотят поставить, но Украина поступила для меня предательски по отношению к нам, ко всем. То есть в Таджикистан так не поступил, в Узбекистан тоже, в Казахстан тем более, в Беларуси так же. Все не хотели жить в составе, ладно, давайте мы с этим смиримся. Хотя все связи как были, так они продолжают быть. Поэтому я считаю, что это неправильно, это плохо, потому что это разжигает некую ситуацию с поставками. И потом, как они будут вообще сочетать наше оружие, американское оружие, понимаете? И вообще нужно ли вообще оружие, если вы хотите мира в жизни. Если вы идете в Европу, где Россия всегда... Сначала гнали на коммунистический строй, потом у нас появился какой-то полукапиталистический строй. Сейчас все равно на нас гонят. Россия всегда подвергалась каким-то нападкам всю жизнь, сколько я себя вспоминаю. И роль России была сильнейшей, когда мы победили в Великой Отечественной войне. И тем самым с нами с нами считаться. Естественно, когда Владимир Владимирович говорит о силе нашей, с нами будут считаться. Но это только будет подстегивать нас на то же самое вооружение в конечном итоге. Но у меня в голове это не укладывается, если честно. Вот у меня в голове это не укладывается, понимаете? Хотя я думаю, что Европа, они, европейцы, как бы под этим самым хотят прикрыть, американцы вернее, с этими поставками, что мы защищаем европейский интерес туда-сюда. Вот это совершенно непонятно. Народ-то не знает на Украине, что их так с распростертыми объятиями Европа не возьмет. Что они так вот... В Европу все не ломанутся работать. Без денег они там тоже никому не нужны. Либо в собственной стране что-то производить. Это олигархам хорошо, у них есть деньги, они могут сегодня здесь жить, завтра этот чемодан свой взять и убежать. Они тут натворят сейчас чудес. Уже натворили. Вся эта банда, или там даже не банда, а вся эта компания людей. Понимаете, во всем виновата политика, по большому счету. А в политике далеко не умные люди многие находятся, особенно там сейчас. Я считаю, что это вообще ужас. Что-то происходит. Античеловечно. Все можно было бы решить. Все решается в договорной системе. Тогда мы можем было... Тем более, заметьте, когда брак разрушается, если люди остаются друзьями, даже муж с женой, то все нормально. И дети счастливы при этом. Пускай их много браков. А тут получается такая картина, что люди повернулись друг к другу спиной. Я слышал о стене, сейчас они стену какую-то строят. На Украине это ужас. Это просто... Это первобытный общинный строй. Понимаете? Они к чему стремятся? К Европе. Они же не смогут идеологию поменять. А если вдруг на Европу какая-нибудь чумка там сейчас их накроет? Куда они будут бежать? А нас не накроют. Продолжение следует...